Над Капитулием действительно приспустили американский флаг. Поползли слухи, что это связано с тем, что Джозеф Байден не дождался окончания своих президентских полномочий и отправился в рай для американских президентов. Но нет, эта информация пока не нашла подтверждения, хотя флаги действительно были приспущены. Это, как говорится, факт. И все это сделано в память о конгрессвумен от демократической партии Шейли Ли. Другими словами, внимание всего мира и не только Украины будет приковано к выборам в Соединенных Штатах. Там есть о чем поговорить. Камала Харрис точно составит конкуренцию Дональду Трампу. Очень интересно будет посмотреть на дебаты. Ведь теперь Дональд Трамп стал самым старым, старым и древним кандидатом в президенты. И не исключено, что Трамп просто откажется от дебатов с Камалой. Это важная история для нас, потому что от этого зависит военная помощь Украине. Но забегая вперед, не все так печально, как может показаться. Причем исходя из любого расклада или финализации выборов. Но начнем давайте все-таки с другого. Потому что всегда интересно почитать новости в части того, что к нам ночью прилетало. И большинство из того, что прилетало, мы сбили. И это здорово. Как раз это та история, та ситуация, когда нужно сказать дякую нашей силы протиповитерной обороны. И другим силам обороны, которые делают эту Бавовну такую, знаете, не односторонней. И вот на фоне этой не односторонней Бавовны начали звучать такие интересные заявления. Кажется, лед понемножечку тронулся. Камала еще в Кавовальный кабинет не приехала. А на болотах задается вопросом. А все ли правильно делает Владимир Путин? Потому что, ну вот, никто пишет, Наталья Ярошенко. Наши ПВО просто супер. А ей отвечают, да-да, супер. И минус железнодорожный паром, походу. Так, знатно влупили. И что тут выясняется? Что, значит, порты Тамань и, соответственно, Кавказ атаковали десятки украинских беспилотников. И вроде бы, как заявили в Министерстве обороны, как обычно все сбили. Но потом выяснилось, что попали в железнодорожный паром. Это тот, который осуществляет незаконные перевозки в Крым. И атака по этому парому, она интересна чем? Что сначала паром, а потом Крымский мост. Или наоборот. Но тут, если мы уже говорим о тенденциях, о трендах, об изменениях настроений российских граждан, то очень интересно высказалась женщина с ником Верунья. Может быть, она и не женщина. Может, она бородатый мужик в юпочке. Сидит где-то там в уголке. И пропагандирует Путина и кое-что еще. Так вот, Верунья пишет. Все чаще на территории России находят вражеские БПЛА. Которые несли взрывчатку. То есть, реально, беспилотники активно используются не для разведки, но для нападения. Пишет нам Верунья. Пора бы уже выработать международные правила их использования. Как интересно запела Верунья. Тут дело в чем. Как только российские нацисты получают люлей, тогда они сразу вспоминают о международном праве. И это, как мне кажется, прекрасно. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. А если мы говорим о портах Кавказ и Тамань, то там очень интересная штука. Действительно, сначала для отвлечения сил ПВО были направлены БПЛА. Наша длинная рука. А потом прилетели на наши прекрасные украинские ракеты. Ну и последствия такие, какие они есть. Даже говлятор Краснодарского окрая говорит, что у них на пароме кто-то погиб. Вы представляете, как это могло произойти? Ну просто какое-то кощунство. Ведь этот тренд, он, еще раз, он плавно, слишком плавно. Но тем не менее перемещается туда, в рашку. И чем дальше, тем глубже. А все почему? Да потому что Путин МУДАК. Продолжают атаки, продолжают вести борьбу. При этом противник делает ставку и на террористические атаки населенных пунктов. Чем сложнее на переднем крае формированием киевского режима, тем больше террористических ударов по городам и поселкам, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Сегодня противник вновь бил по Шибекина. Сегодня противник вновь бил по Грайвару. Это, пожалуй, самые крупные населенные пункты, которые находятся в непосредственной близости от фронта. И каждый день неприятель наносит удары. Причем удары осознанные по мирным кварталам, по гражданским. Ну, собственно, ничего не меняется с 2014 года. Женя Поддубный это, ну, такая потвора, такая все-таки необыкновенная. Он любит Путина и автомобили Мерседеса. И я надеюсь, что рано или поздно с ним обязательно встретится украинский дрон. А тут важно что? Понимаете, Женя Поддубный, он сам из Белгородской области. То есть, если покопаться, у него там украинские корни по любасу есть. Так вот, в чем особенность пропагандиста Путина? В том, что он соврал. Причем соврал очень жестко. Как было заявлено? Значит, как с 2014 года. Но, голубчики мои, в 2014 году никто не создавал в Белгородской области санитарную зону. Ну, потому что мы тогда договорились, что война будет только на Донбассе. А Крым все выносят за скобки. Потом Маничела и его обслуга, и Поддубный, и, соответственно, Женька Скобеев, они решили ситуацию переиграть. И получили Шебекина, Грайворон. Все это горит, и нам это очень нравится. 30 декабря прошлого года, впервые был город Белгород, атакован, он был атакован непосредственно вот этими боеприпасами. То есть, этими ракетами, 122-х миллиметровыми осколочно-фугасной боевой части, вот кусок отосколочно-фугасной боевой части, производства Болгария, Сербия. Спасибо, братишки. Спасибо. Нет, тут нельзя сказать, что, как это, есть колоссальные успехи у нас в данном случае. Ну так, узенькая, санитарная, практически беспилотная зона на территории России. Это здорово, это результат работы наших сил обороны. Тут же акцент на чем делает Владимир Путин. У них есть чем похвастаться в части того, как и чем они уничтожают граждан Украины. Ну и всечески хвастаются этим и называют это, как это, освобождением, да? Очередные кадры огневого поражения в нашем распоряжении появились. Наши летчики бьют фугасными авиационными бомбами с модулями планирования и коррекции. Это бомбы полуторатонные. Вот таким образом уничтожаются скопления личного состава противника, уничтожаются узлы связи, уничтожаются расчеты FPV-дронов. А по-прежнему неприятель делает, ну, пожалуй, главную ставку именно на огневое поражение FPV-дронами. И, пожалуй, сейчас нужно сказать, что, ну вот, борьба в небе над слабожанщиной, она продолжается. И это война дронов, безусловно. То есть здесь противник массированно использует FPV-дроны, здесь противник массированно используют те беспилотники, которые сбрасывают различные боеприпасы на наши войска. Мы уже выяснили, что Поддубный опять наврал, потому что война идет не только в небе слабожанщины, но и в небе Белгородской области. Об этом нам регулярно рассказывает гауляйтер этого пока еще российского региона, товарищ, как его там, Голодков. Да, но факт остается фактом, что вот эти вот, как это, ну, ***, правда, по-другому их назвать нельзя. Что-то он там рассказывал про российские регионы, а потом они с большим удовольствием показывают кадры, как падают российские авиабомбы на украинские города. Так кто тут террорист? Террорист, ***, ну, Женя, понятно, и Поддубный, и, соответственно, Скобеев, тут все ясно, и, как это, каждому российскому пропагандисту по украинскому дрону. А Маше Захаровой дрон должен быть все-таки особенный. Почему? Да потому что на нем должны быть выбиты комбинации различных рецептов борща. Она при попадании в ад обязательно поймет, о чем идет речь. То, что мы хорошо засадили сегодня по морской инфраструктуре Российской Фашистской Федерации, это здорово, но тут из приятного, что это же не единичные случаи. По сути, что происходит? Мы каждый день лупим по российской территории вглубь от линии фронта на сотни километров. Ну, вот из такого, из приятного, появились спутниковые снимки вчерашней атаки по аэродрому Морозовск в Ростовской области. Там предварительно можно увидеть поражение дивизиона С-300 или С-400. И были удары по стоянке Су-34, других истребителей, склад ГСМ, взлетно-посадочная полоса. То есть, предварительно можно сказать, что Миллерово все это позавчера, а сегодня Морозовск тоже все. И тренд этот достаточно устойчивый, потому что Министерство фашистской России только сегодня сообщили, что они сбили 21 беспилотник, в том числе над Крымом. Но, как всегда, вроде как все сбили, а потом проходит информация, что как минимум один из украинских БПЛА приземлился. Ну, то есть, атаковал здание ВЧ-65-372 на Монастырском шоссе, город Севастополь. Так что, работа делается. Пока все увлечены выборами в США, а после этого, очевидно, будут какие-то расклады по переговорам. Слишком уж много таких, знаете, тенденций по этому поводу. Колебания просто. Все вдруг заговорили о переговорах, кроме военных. Наши силы обороны как уничтожали российских оккупантов, так и уничтожают. И очень классный этот тренд, что это все глубже и глубже на территории России. Ну и на россияне умнеют, видите. А давайте договоримся. А какие-то новые международные правила Веру не предлагают ввести. Это на самом-то деле не случайно. Ну и, конечно же, если уже сказать несколько слов о выборах в Соединенных Штатах и реакторах на это, то они чем занимаются? Ну, хотят судить Байдена. Тоже мне. Не исключаю, что это желание у них пройдет вместе с тем, как они будут отправляться в ад. А есть еще такой тренд, что они там требуют показать Байдена, что, мол, он действительно отказался от избирательной кампании. Это такая жвачка, повторение вот этого всего. То есть им сказать, по сути, нечего. Хотя вот есть такие, знаете, словосочетания, которые особо развитых российских граждан должно бы это все натолкнуть на мысль. Но как же это так? Вот везде власть меняется. Кто-то уходит в отставку, на кого-то покушаются. Ну, в общем, жизнь бурлит. И только в фашистском российском рейхе Путин сидит, как *** в Кремле. И стареет. А сейчас, конечно, это главная новость. Это очевидно главная новость. Потому что Америка сейчас осознала, что у нее точно уже на 100% будет другой президент. Если до этого были какие-то надежды у одной половины Америки, что еще удастся пожить в эпоху, скажем так, развитого байденизма. Гадкие, отвратительные, все пытаются играть в игру. Кто обзывается, тот так и называется. Любимая история Владимира Путина. Он, наверное, с Алинкой таким занимается. Ну, а чем с ней еще заниматься? Ну, что я имею в виду? Этот байденизм, да? Ну, это же чисто калькас путинизма. Ну, нет никакого байденизма. Почему? Потому что Джозеф отработал, ну, фактически на топ-должностях американской политики, ну, последних 40 лет. И три с половиной года, соответственно, на должности президента. И, большей вероятностью, он еще полгода доработает. Возможно, это варианты могут там и Камалу призвать в белый кабинет чуть-чуть раньше, на полгода. Но это, в сути, на самом-то деле не меняет. Ведь всем показывают, что смена власти в Штатах, она возможна. Да, там много криков, да, там много эмоций. Трамп, он всех обижает, оскорбляет. Только Путина почему-то не обижает, и нас это тревожит. Говорит, что он с ним договорится. А вот Камалу назвал уже и злой, и глупой. Ну, в части внутренней политики пусть они разбираются. Но мне кажется, что кому бы мы не симпатизировали, интересы государств, они неизменны. И такое ощущение, что даже там, на болотах, есть некое понимание этому. Что важно для нас? Если во внутренней политике обе партии жестко разошлись, как в море корабли, они борются за две разные Америки, то во внешней политике обе партии являются партиями долгой холодной войны и гонки вооружений. Почитайте программу, чисто трампистскую, там даже с лозунгом «Мага». Программу, принятую съездом республиканской партии. Есть нюансы. Мы ориентируемся на решение, на декларацию саммита НАТО. Там это написано демократами. Там Россия названа главным врагом, а Китай как бы врагом второго плана. В программе республиканской партии России вообще не упомянуто. Главным врагом назван Китай. Конечно, это не снимает мои и ваши опасения в части избрания Дональда Трампа президентом. Хотя ему надо будет теперь постараться очень и очень. Но тем не менее, есть же вот эта мысль, что во внешней политике, как бы там ни было, есть по сути консенсус. Это хорошая новость. Это значит, что помогать нам будут как минимум не меньше. Хочется в это верить. Еще раз. Жизнь не статична и риски есть. Но с этим можно играть. Это не та ситуация, когда ты должен такой расстроенный поднять лапки и ждать, когда придут на Россию нас уничтожать без оружия. Такого не будет точно. И это уже хорошо. Ну, даже вот Женька Поддумный говорит, что бомбят Белгородскую область, как в 2014 году. И это здорово. А ведь дальше, дальше больше. И Краснодарский край, и Курская область, и Тульская область. Ну, мы, я уверен, вы тоже хотели бы, чтобы горела Москва. Можем повторить, говорили они. Ну, а раз хотите повторить, то это не только обесчищенная 9 мая. Это еще масса трупов. Российских граждан, российских солдат. Демократы предполагают гонку вооружений путем размещения средств нападения, в первую очередь, ракет средней и меньшей дальности. Республиканцы предлагают создавать так называемый железный купол. И мы видим возрождение идеи Рейгана, СОИ, стратегическая оборонная инициатива. Это выглядит как оборона. Но мы-то с вами понимаем, что создав железный купол, то есть непроницаемый для наших ракет оборону, у них будет большой соблазн нанести удар. Значит, нам надо создавать что-то, что этот купол пробьет. Поэтому во внешней политике, к сожалению, обе партии будут расходиться нюансами. Поэтому на самом деле я считаю, что главными творцами сегодняшней истории являются не аппараты демократической и республиканской партии, те движутся уже по намеченной легко читаемой колее, а наши бойцы в зоне специальной военной операции. Остановить ползучее наступление Арашки возможно. И мы обязательно это сделаем. В том числе с помощью западного оружия. Хотелось бы, чтобы решения политические были приняты. Но ситуация такая, какая она есть. Байден немножечко так, знаете, не спеша занимается тем, чем он занимается. Будут изменения. Будут изменения в нашу пользу. Хотя там на болотах, знаете, последняя надежда. Только на Трампа. Хотя они же объективно на Трампа надеются, а все равно получат по полное число. За свои преступления и безумие. Придет Трамп и всех пересажает на пожизненные сроки. А он и так их пересажает. Мне бы хотелось, чтобы в Штатах был другой консенсус. Значит, пропагандисты считают, что Трамп будет преследовать демократов. Ну, пусть сначала победит. Я предлагаю американцам помириться. Значит, кто бы ни пришел в Белый дом, он должен посадить Путина. Вот это 100% объединяющий подход и лозунг. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Ну, а что? Шебекина, Грайворон. Какой Грайворон? Гори-гори ясно. И, внимание, если не работает железнодорожный паром через Керченский пролив, что это означает? Это значит, что танки нельзя уже перевозить на этом пароме. А это уже, значит, фиксирует наше глобальное достижение по обрезанию российской логистики. Нужно продолжать. У нас есть возможности. У нас есть время и желание. Лайки, репосты, подписки. Называем здесь вещи своими именами. Украина была, есть и будет. До побачения.